Добрый вечер, дорогие друзья! Снова суббота и снова мы в студии передачи Кулинарные забавы на нашем любимом канале На котором вы всегда расстраивайтесь, когда лучше Ррррр, один! Итак, дорогие друзья, сегодня у меня Абсолютно праздничный день, завтра первый день весны И у меня в студии мой очень большой друг Мой большой приятель Мы с ним прошли огонь, воду и чугунные трубы Потому что там, где мы ходили, только чугунные трубы Выдерживают, да? Да И мы знакомы уже более 10 лет И дай бог еще нам до 120 И долго, и весело, и счастливо Прекрасный рассказчик, прекрасный анекдотчик, весельчак Человек, который знает много чего Предприниматель Альберт Фришман Пожалуйста, любите, жалуйте Добрый вечер Алик, здравствуй Здравствуй Еще раз Еще раз Еще раз Дорогие друзья, сегодня в последний день зимы И в приближающуюся эпоху весны Мы с вами будем готовить греческую кухню И вот сегодня перед вами два грека Один с фришманас и другой сенгерас Фришмакис, если уж на то пошло Фришмакис и сенгеракис И сенгеракис Ура Итак Ехал грека через реку, да? Да Итак, значит, сегодня впервые у нас в студии человек без передника Отказался напрочь Ну это я прям непосредственно перед передачей Будем считать, что это импровизация Дело в том, что мы с тобой вот это все столько раз готовили и съедали вместе Что ты уже прекрасно без меня это все можешь сделать К тому же я думаю, что если я буду без передника и подальше вот этого всего Мы избежим пары замечательных катастроф Которые хоть и скрасят вечер, но Да И также оставят наши продукты без кусочков пальцев Там и прочих Жизненно важных органов Жизненно важных органов, которые могут оказаться Поэтому мы сегодня решили, что Богу Богову, Кесарю Кесареву Тот, кто у нас всегда в нашем тандеме был мозгом, останется мозгом А тот, кто занимался руками, тот и вручную дальше будет продолжать жить К тому же, Игорь, моя сестра в моем глубоком детстве Услышав о моей проблеме по дежурству, по классу Я вот не хотел убирать, подметать и всякое такое Она мне сказала, господи, в чем проблема старшая сестра, да? Она мне сказала, ты возьми швабру, встань посреди класса и стой Рано или поздно кто-нибудь подойдет к тебе и скажет, что ты тут стоишь Да, я сделаю быстро Да Ну вот, будем считать, что я стою с поварешкой Да, я ее отобрал и буду заниматься тем, что мы будем делать несколько блюд Да Блюдов, блюдакисов Сегодня мы делаем два блюдакиса Греческих блюдакиса Олег, расскажи, каких? Ну, греческая кухня вообще чем отличается? Что такое греческая кухня? Греки любят пажире То есть, в отличие от итальянцев, которые, или французов, которые любят кулинарные извращения, они любят большие тарелки, на которых что-то очень маленькое То есть, вот вы видели французские элитарные рестораны, где есть нечего и все вот очень вот так вот, вот субтильненько, да? Вы видели французские, итальянские, греческих таких нету Почему? Потому что греческая культура еды просто вкусна, красива Вот И дешево, быстро Дешево, быстро и сердито, да И это просто все очень красиво, очень, ну, вот у меня уже слюнки текут, я сейчас не смогу, заплюю микрофон В воспоминаниях о греческой кухне Свой только, пожалуйста Я постараюсь, я постараюсь, хотя может случиться всякое Итак, при том, что греческая кухня очень проста, мы сегодня будем с тобой готовить, пожалуй, самое сложное блюдо греческой кухни Мусако Я даже не знаю, в какой категории отнести это блюдо Это вроде как и не запеканка, мясное блюдо, в нем много мяса Вот вы видите, дорогие друзья, мясо я люблю, это видно Вот, мы взяли Не компот Нет, это не компот И не каша Да, это некое мясное блюдо, потрясающе вкусное В процессе вы увидите в любом греческом ресторане, уважающем себя или даже не уважающем себя, оно есть Ну и плюс ко всему мы хотим открыть завесу тайны над неким блюдом, которое присутствует тоже почти во всех греческих закусках В частности, оно очень часто подается к гиросу Это соус сацыки Да, и так соус сацыки и... Сацыки, ты говоришь сацыки, на самом деле правильно говорить сацыки Дело в том, что в греческом языке нету шипящих звуков Да Поэтому сацыки, я потом расскажу еще, когда ты начнешь работать, я еще расскажу несколько забавных историй, связанных с тем, что в греческом языке именно этих букв нет Мусака это несколько слоев великого праздника, великого счастья Первое, что надо сделать, это необходимо взять кабачки, картошку и баклажаны Нарезать в сантиметр шириной Толщиной Толщиной В сантиметр толщиной кусочки И обжарить со всех сторон до золота Также это лучше всего делать на гриле Но так как в нашем... Весна еще только завтра, поэтому гриль мы не выставили Да, гриль мы еще не выставили Боимся замерзнуть Да, поэтому мы берем с вами кабачки, берем картошку и нарезаем Вот, мы это все нарезаем Я могу часами смотреть на то, как ты нарезаешь А я могу часами слушать, как ты говоришь Вот так у нас всегда и бывает, я несу ответственность, он несет рая Да Итак, то, что у нас получилось, мы укладываем на сковородку И будем жарить со всех сторон Наши зрители, наверное, спрашивают, что это за шпаргалка у меня в руках Я контролирую твои действия То есть у нас все не пост, а у нас самотек, да? Да, 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 у нас все очень серьезно Мы очень серьезно сегодня подошли к вопросу о приготовлении Дело в том, что между городом Ковало и селением Керамати Находится на полдороге примерно Находилась, я не знаю, некоторое время назад Находилась совершенно потрясающая таверна Владел, который господин, имени которого никто не знал из приходящих Все звали его только Гатос, что в переводе означает кот И по слухам, во всяком случае, вот в этой округе Гатос сделал самую лучшую мусаку И мне удалось втереться к нему в доверие и записать, что называется, под диктовку Гатоса Сдобренную долгими-долгими, замечательными отступлениями на тему женской красоты всего на свете Чего любой добрый повар очень хорошо может делать Я записал вот этот вот рецепт И я его немножко набил на компьютере И, так сказать, это боевая Мне пришлось перед нашей передачей даже его немножко скопировать Потому что сам рецепт, он такой весь забрызганный не кровью, а маслом Да, маслом от мусаки И соусом бешамель, о котором пойдет речь позже Переворачивай, говорит Да, ну вот тут оно нормально уже Ой, вот обожаю вот этот цвет картошечки, это просто праздник уже сам по себе Вот она, приближающаяся весна Кстати, мигликос, греческие вина, они, как я уже сказал, они достаточно простые Вот и мигликос, это представитель довольно сладкого вина Вот, есть в Греции другое вино, которое называется рецина К сожалению, я не знаю, видимо, сегодня как-то мы это дело Проресинили Проресинили, да Это рецина, в принципе, белое вино И можно сказать, что за бред белое вино с мясом На самом деле грекам пофигу Вот греки пьют то вино, которое им сейчас под настроение Вот, кстати, сама рецина на вкус, если ее попробовать Она такая достаточно светлое вино Если ее попробовать, она по вкусу как вот Очень дешевый ризлинг нашей с тобой молодости советской В которой накапали смолы или скипидары Ого, какой По вкусу и по запаху Дело в том, что рецина – это смоляное вино Фишка в том, что этому напитку порядка 2400 лет И когда вот 2400 лет назад делали это вино У них не было пробок вот в том понятии, какое есть сейчас Они брали амфоры и наливали туда вино Оно там стояло и, естественно, портилось И чтобы оно не портилось, чтобы не было доступа воздуха Чтобы оно не окислялось Они его залепляли всего-навсего смолой Которая, естественно, попадала в вино Ну и греки настолько привыкли, что вино попадает в смолу Фу, смола попадает в вино Что уже как бы без смолы в вине даже жить не могли Да Кстати, очень интересно, ты попросил поставить нам по бокалу с водой Почему? А, ну это тоже достаточно древняя история Дело в том, что вода, поскольку в ней нет алкоголя Как многие знают Достаточно быстро портится в жарком климате То есть вода начинает затухать Тухнуть и иметь какой-то такой своеобразный вкус и запах С другой стороны, если добавить туда чуть-чуть алкоголя, добавить вина То, соответственно, она простоит дольше Ваша вода прослужит дольше, если в нее добавить вина Холодильников тогда, как известно, не было Ну и поскольку вино в Греции никогда не было Недостатка вина не было? Нет, дело не в этом Оно не было чем-то для наслаждения Оно было продуктом питания Кстати, та же самая рецина, если приехать в Грецию То та же самая рецина, она продается не там, где стоит вино А она продается, ну вот тут стоит холодильник И в нем стоит Кока-Кола, Фанта, Спрайт, рецин Причем, ну она там за вино не считает Итак, вот все мы уже пережарили Вот у нас пережаренные баклажаны, кабачки, картошка Кстати, дорогие хозяйки и хозяева Советую открывать окно Дело в том, что когда вся эта история жарится Выглядит это все так, как будто на вас произведена массированная газовая атака То есть ночь в Крыму, все в дыму Это, надо сказать, технологически самая сложная часть приготовления мусаки Дальше будет гораздо проще Да, теперь мы берем, так как мой большой друг держит руки в карманах И передника не надевает, то я укладываю все сам Я держу швабр, ты видишь? Да, да, да Мы же договаривались Да, да, да А может кто-то же должен пить вино? Я укладываю картошку, слой картофеля, слой жареных кабачков Баклажанов Как это все красиво выглядит? Конечно, это все можно взять и съесть вот прямо так уже Да, да, да Поэтому тебе понадобится метла, чтобы меня от этого всего отгонять Ну, я тебе хочу сказать, что нам понадобится обоим метла, потому что Обалдеть, как вкусно и красиво Мой любимый оператор уже тоже нацелился своей камерой на это блюдо Нет, ну, греки еще отличаются гостеприимством Вот, и мы с тобой как два греческих геракла Мы не можем бросаться ножами на любимых, тем более людей Итак, дорогие друзья, первый слой, который мы с вами сделали Мы его уже положили в то блюдо, в котором мы это будем запекать Теперь следующая часть марлезонского балета Это мясо Мясо мы делаем следующим образом Мы обжариваем 2-3 луковицы Шаманские пляски вокруг мяса Да, да, да Это называется шаманские плясками вокруг мяса Мы обжариваем 2-3 луковицы Прямо в кастрюле, в которой мы будем делать мясо Мы заливаем туда масло, разогреваем Добавляем нарезанный лук, чеснок Грамм 100 помидор, свежих помидор Или уже готовых пассерованных, как хотите это делайте Крупно нарезанный лук Мы доводим с чесноком до золотистого цвета До стеклистого состояния Хатас очень настаивал, до стеклистого состояния А, до стеклистого? Да, стеклистое состояние лука, а не стеклистое состояние жарящего Это очень важный момент, это надо сказать нашим дорогим телезрителям То есть никакого золота греки не признают Все упиралось у них в стекло Итак, это важно, как выяснилось Тот гуру греческий, которого звать Гатас Гатас, ну по-украински вы понимаете Гатас Ну, такой, Микола Гатас Микола Гатас Недавно умер, жалко его Итак, масло у нас горячее, лук, чеснок нарезан Отправляем все это на предмет пожарить В это время берем грамм, что нам нужно, пассерованных томатов Это три штучки Гатас сказал 125, но я думаю, что мы не будем мелочные, как истинные греки, да? Да, да, да Мы добавим от души томатиков Тут, конечно, очень важно достичь стеклянного состояния Поэтому, Алик, давай мы попробуем Мы на пути к стеклянному состоянию Попробуем на фоке Трудно достичь стеклянного состояния без резины, но мы попробуем, правда? Кстати, у них есть и крепкие напитки Вот у них то, что известно всем, это узо Анисовая водочка, да? Да Но у них есть еще такой свой собственный самогон, этот сипуро И вот тот грек, который возил меня в Грецию У него была замечательная история Дело в том, что в те времена, о которых идет речь, Греция еще не была в Евросоюзе И были границы в Евросоюзе А, как известно, ввоз алкоголя в Германию лимитирован даже по сей день То есть, если из-за границ Евросоюза ты везешь, не более одного литра крепко В этом какая-то вот такая ерунда А ему очень хотелось привезти этого сипуро, которое то ли 60, то ли 70 градусов Этого самогона греческого замечательного Что он сделал? Он ездил на прицепе дачи То, что здесь называется вонмобиль И в нем есть бак для питьевой воды Ну, питьевую воду он держал где-то в другом месте А туда в этот бак он залил, значит, сипуро И, приехав в Германию, поставил этот замечательный вонваген на своем дачном участке Ну, участке перед дому И тут к нему в гости пришла теща Расположилась на шезлонге, на травке Что-то пить захотелось Но тут же рядом стоит, так сказать, по-нашему вонваген Она запускает шланг в бак для питьевой воды И от души делает глоток После этого теща его стала любить еще больше Поэтому, для того, чтобы, уважаемые друзья Для того, чтобы вас полюбила теща Необходимо приобрести, во-первых, вонваген Съездить на нем в Грецию Залить бак ципуро Бак ципуро И вот после этого теща ваша Берите ее и владеньте То есть теща запишется в ваш фэн-клуб Да Ну вот я считаю, что здесь довольно-таки уже стеклянное состояние У меня уже точно скоро будет стеклянное состояние Это как второй бокал у меня Да Нет, надо еще чуть-чуть Еще чуть-чуть? Да, еще чуть-чуть Мы должны соблюдать технологию Хорошо Я стараюсь Да Все Лук у нас Стеклянный Весь в стекле Стеклянный, оловянный, деревянный Мы добавляем Помидоры и делаем Пассерованные помидоры И перемешиваем все Это весьма и весьма хорошо Да Вот на этом этапе добавляется соль, перец, различные другие вкусовые добавки Пожалуйста Е576, Е572 Добавляется ровно влажать Окей, значит соль пошла Орегано Обязательно орегано Да, орегано Без орегано у нас просто ничего не будет Мы взяли свеженькое Ой, ну а тогда вообще-то Если ты не против Нет, я не против Мы взяли свеженькое орегано Вот на это я готов смотреть часами Вот у меня бы там уже были пальцы Окей, орегано пошло Перца ты добавил? Сейчас перчик Я добавляю туда и черный перчик с твоего подмоления Да, обязательно И красную сладкую паприку Для форсу бандитского Да, для форсу бандитского Для Кстати, тот самый этап, когда можно и должно пробовать То есть это все вот надо сейчас перемешать А потом можно достать кусочек и попробовать Да, попробуй, пожалуйста Самое то Горячо Вкус списки Как говорил Все, мы добавляем мясо Положен добавлять полкило Но мы добавляем грамм 700 Потому что мы любим мясо Как говорится Как говорится Реденсная модификация, которую мы позволяем себе По сравнению с рецептом великого гатаса Да, да, да Великого гатаса 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 Кидлса Там был гатас И мы обжариваем мясо Естественно, мы его еще немножечко присолим Когда оно сейчас немножечко обжарится Схватится и прочее В принципе, можно здесь добавить немножко воды Чтобы вся эта история фактически варилась И в себя добавить немножко воды И в себя немножечко А в это время, пока мясо у нас доходит Доваривается, заваривается, жаривается, запаривается Мы с вами приготовим соус бешамель Соус бешамель – это Название какое-то не греческое Название какое-то французское Абсолютно французский соус Молочный соус Делается безумно просто Надо взять 80 грамм масла Надо взять 80 грамм муки Делается просто, но выглядит обалденно Да, выглядит Вы никому не рассказывайте, что этот соус делается просто Потому что выглядит он так, как будто над ним надо работать 2,5 часа Не покладая, не отдыхая, не принимая Делается очень просто Сначала растапливается масло В кастрюле, где вы будете это делать Слушай, давай переименуем этот соус бешамелякис Нет, без самелякис, потому что ше мы не можем говорить, как истинные греки Да, кстати, а что там была за история? Да, это замечательная история Дело в том, что действительно в греческом языке нету шипящих согласных Вот А поскольку первые переводы Библии в Европу пришли через Грецию Кстати, первый европеец, который был крещён, был крещён именно в Греции Около источника, это была женщина по имени Лидия Около источника Лидия в провинции Македония И он помнит это всё, Лидия, Македония Ну это же простое имя, господи, у греков бывают более сложные имена Но дело даже не в этом, дело даже в том, что первые переводы Библии в Европу пришли через Грецию И поэтому все имена, которые имели ближневосточное происхождение Например, Шлому Да С обилием шипящих На Ближнем Востоке шипящие любят Все участники ближневосточного процесса Трансформировались через греческий язык Например, в Соломона Поэтому в библейских именах нету ни единой шипящей буквы Вот какое ты библейское имя не возьмёшь? Ицхак Исаак Он Исаак Ицхак, он Исаак Да Даже Ешуа стал кто? Иисус Иисус Вот И в принципе, если сейчас все посмотреть вот эти имена Ишмаэ стал Исмаилом Шлому стал Соломоном Забавная история В принципе, мало кто над этим задумывается Но становится, в общем, более-менее понятно, откуда что берётся И откуда берётся соус Бешамель становится понятно нашим дорогим зрителям Если они внимательно следят за мгновением этих волшебных рук Я просто не могу иначе сказать Да, становится бешамелесом Бешамелес? Да Да, 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 это вот ровно то, что должно быть Да А мука там уже есть? Да Да Ну Вот, истинный соус Бешамель должен вот так вот отходить от дна кастрюли Ну, это ещё не соус Бешамель, это только смесь... Ну, заготовка, заготовка, да Это как бы затравка для соуса Бешамель И сейчас туда надо... Вот вы ввели туда 80 грамм сметаны, 80 грамм масла, 80 грамм муки И сейчас мой литр воды просто туда... Не воды, а цельного молока Пардон, в руках молоко лью как воду Вот потихоньку... Ну, у тебя широкое греческое сердце Ты молоко льёшь как воду Да, да, да Ну, естественно, со всеми танцами с бубнами, свойственными приготовлению соусов Вы заметили, его руки не останавливаются ни в секунду Почти как мой язык Да, самое главное здесь избежать комков Это обязательно молоко должно быть холодным И потихоньку-потихоньку вы ввели Доводите соус до кипения Всё ровно то, что вам нужно А как же насчёт двух желтков? А! Ты хотел обмануть наших зрителей на два желтка? Да, извините, дорогой зритель Это мелко Это не в наших правилах обманывать вас на два яйца Ввести два желтка Соль, перец добавляем? Нет, туда нет Туда нет Туда нет Туда нет Туда не добавляется ни соль Он такой простенький соус, доводим его до кипения Мясо у нас готовится Практически Ну, красота Всё делается фактически само, господа Вы заметили? Соль сюда Добавляю Обязательно Надо сказать, что помимо... Ну, конечно, так сказать, после того, как мы порезали овощи Мы их тоже посыпаем солью Да, да, да Но соль овощи отдадут То есть сами овощи, они особо солёными не будут И вся пикантность этому блюду создаёт вот эта именно масса Мясная, фаршевая Да Собственно, в ней вся суть блюда Вот у нас сейчас состоится свадьба Да Свадьба овощей с мясом Но у них какой-то тройственный союз, да, с соусом бешамель С соусом бешамель А соус бешамель – это тёща И с той же проблемой Или недели без проблеми в нашем случае Да Да, я, пожалуйста, заберу свою Забери, я, смотри И миглику свину Итак Это что, вот на это покрытие можно просто ставить горячую кастрюлю? Конечно, конечно Обалдеть Да И это всё только благодаря... А выглядит как дерево, но... У меня аж сердце ёкнуло, ты представляешь себе? У тебя нет сердца, ты забываешь Да Но оно ёкнуло То, что было... А вместо сердца... Пламенный мотор Мой пламенный мотор Сбавил обороты на секунду Вот мы выкладываем с вами получившуюся массу Дело в том, что забавно, помидоры у нас оранжевые Обычно, когда помидоры красные, мясо имеет такой очень характерный красноватый оттенок Да, да, да Вот, но с красными помидорами нам сегодня не повезло Да, ну, как раз с приходом весны ожидаем прихода красных помидор С приходом весны мы ожидаем прихода Прихода Приход у нас будет от эмигликоса Позвольте я вам... Да, да, да Все непременно Освежить Вам освежить Мне налить Дело в том, что ты работаешь руками, а языком Да А я языком, поэтому мне сложнее Но вообще я несу на себе вообще весь груз этой передачи Да, да, да Как всегда Я вообще считаю, что я сегодня, как честный человек, обязан просто отказаться от гонорара И отдать все в твой фонд Итак, вот наш соус бешамель уже готов Он достаточно густой Мы его берем и аккуратно, потихонечку выливаем с вами на мусаку На мусаку, на то, что у нас будет еще мусакой Позволь поухаживать за тобой Да Сейчас мы сделаем таким образом, чтобы полученный соус прошел ОТК? Он не должен проходить? Нет, он не должен проходить, он должен внутрь чуть-чуть зайти Да, но насквозь он не должен ни в коем случае проходить То есть, так сказать, тыкаешь, наши зрители могут войти в заблуждение Не-не, он чуть-чуть туда должен зайти То есть, в принципе, должен быть сантиметровый слой сверху Иначе у нас, так сказать, нарушится слоистость Да Дух гатоса нам этого не простит Нет, это еще не все Это у нас все готово практически И теперь мы засыпаем полученное блюдо сыром То есть, это должен быть, сверху у нас должна быть хрустящая корочка Внутри, так сказать, клей ПВА Да Под ним мясо и под ним овощи Вы представляете себе, насколько это сложное блюдо Насколько просто мы его сейчас вот буквально в две руки перед вами исполнили Да-да-да, мы это сделали, я считаю Мы пахали Да Вот есть тоже будем мы Ну и, естественно, наш любимый оператор А тем временем мы отправляем нашу мусаку туда, в духовочку Которую мы ставим на 200 градусов На обдув На обдув Это важно Это важно Потому что иначе у нас не будет такой замечательной хрустящей корочки О которых так много говорили большевики Большевики И Все непременно Выпьем Выпьем До стеклистого состояния До стеклистого Состояния А тем временем мы будем делать с вами Са-цики Соус, как настаивает наш гость Именно са-цики Са-цики Они са-цики, как принято здесь у Греков Греков Нет, у Грека как раз принято са-цики Но Когда человек видит са-цики У него так начинают течь слюнки Что он просто са-цики От са-цики отлечить уже не может Да Ну, притупляется Слуховое восприятие Да-да-да Значит, мы берем Альберт, что мы берем? Пока я тут крошусь Очень важная составляющая са-цики Как не смешно Понятно, белая масса Белая масса – это всегда у нас Кварк В данном случае Кварк смешанный с крем-фрешем Или по-нашему, по-русски густой сметаны Да-да-да-да И как не смешно Очень важной составляющей са-цики В принципе, телом са-цики Являются Наструганные на терке Огурцы Огурцы Ну, я, с твоего позволения Уже вот озадачился с чесноком Да-да-да-да Понятно Са-цики без чеснока Это просто преступление против Вберем туда немножечко чесночку Буквально один зубок Погатовс говорит, что надо класть два Но, так сказать Он был чесночным фетишистом Мы не такие, правда? Не-не-не Мы не чесночные фетишисты Мы хотим И Это удивительная терочка Которая выдерживает до 90 кг массу Мы надираем туда буквально практически целый огурец Но не целый Чуть-чуть оставляем Половина у нас ушла за пределы Но мы это все возвращаем Ни грамма врагу, правда? Ни грамма врагу Столовая ложка уксуса Без уксуса ничего не будет Ничего Идем к уксусу Что сказал товарищ уксус? Уксус сказал вот я Это столовая ложка Это столовая ложка В нашей столовой таких ложек не было Столовая ложка уксуса Столовая ложка уксуса И, естественно, две столовых ложки пищевого масла Ну, обычного постного масла Обычного постного масла Да, да Пожалуйста И обязательно важный момент Укроп Укропа мало не бывает То есть много не бывает Укропа должно быть много Много Мы его туда добавили Укроп. И, как пишет Гатус, подавать с соливами. Соливами. Да, но это надо все перемешать, естественно. Потому что вот так это никакой, даже не цацки, не говоря уже о сацки. Окей. А соль, перец? По вкусу. По вкусу. Перец я бы не стал сюда добавлять, потому что перец это немножечко из другой оперы. Олег, ты знаешь, у нас в принципе принято так, что... Первый пробует оператор, да? Первый пробует наш любимый оператор, поэтому вот ему мы и отправляем первый вкусный... Право, первой ночи. Кусок. Нет, не первой ночи, не надо. Ну, как бы, к сожалению, у нас не получилось, что... Первый кусок. Мы сами немножко тоже попробовали. Мы тут тоже немножко попробовали. Вот, не вот. Обалдеть. Такой вот. В принципе, огурчики могут быть фактически даже еще мельче. То есть, нету никакого такого классического сацки. Ну, в северных областях его готовят по одному, в южных по другому. Вот. Это тоже сацки. Это тоже, так сказать, не от лукавого. Но, в принципе, можно огурцы сделать совсем мелкими. Фактически огурцовый мусс. Это будет такой более классический сацки. Конечно, я вот так пока делается наша муссака, я бы хотел еще пожарить немножечко. Кстати, к вопросу. Мы же не сказали с тобой, сколько должна делаться муссака. А сколько должна делаться муссака? А вот это интересный момент. Нету предписанного времени. Почему? Потому что, по сути, все ингредиенты готовы. То есть, по идее, ее можно есть прямо сейчас. Вместе с поваром. То есть, посыпать сыр и... И да. Но, поскольку мы настоящие греки эстеты. Да. Да. Это должно выглядеть красиво. То есть, красивая сырная корочка сверху. Да. То есть, мы запекаем красивую сырную корочку сверху, чокаемся. Мы за красивую корочку сверху и за все то, что снизу. Кстати, ритсино, ну, и мигликос, как бы, ну, вино, в общем, ну, это компот. А ритсино все-таки это вино. Хотя ее тоже не надо катать по стенкам. А вообще, в принципе, по вкусу ритсино, на мой взгляд, напоминает, опять же, как я говорю, дешевый ризлинг нашего шмурдяцкого босоногого детства. Да. Вот. Но, как не смешно, вот в таком виде, в каком он есть, к такой серьезной, проперченной, просоленной, такой очень ярким вкусом отличающейся греческой еды, еде эмигликос, не эмигликос, а ритсино, подходит лучшим образом. Ну, советую попробовать. Очень интересное ощущение. Я тем временем хочу поджарить немножечко паприки для того, чтобы... Собственно, да, собственно, сацыки, да, сацыки... Сацыки – это что-то к чему-то, то есть сацыки самому по себе... Это соус. Ну, в общем, где-то как-то, да, это гарнир, соус. Может быть, где-то даже закушка. Собственно, кроме как нас с тобой на передаче, вот так вот просто есть сацыки ложкой из тарелки. И еще... Хоть это и обалденно вкусно, но греческие боги этого не позволяют. А, кстати, греческие боги, они как по этой серии... Да, у них все правильно, у них нету шипящих в их именах. У Аполлона нету шипящих в именах. И не найдешь ни одного греческого бога, у которого было бы шипящее гласное в имени. Зевс. А он по-гречески не совсем Зевс. А как он? Сеус. Сеус? Да. Вот и... Ну да. Точно так же, как Геракл, по-гречески тоже не Геракл, а Ираклис. Ираклис? Ираклис. Ираклис. Иракли Андроников, он Геракл Андроников. А вот этот вот певец из Грузии, он тоже Геракл, да? Он, в общем... Ну, как и ты, в принципе. Ну, как и я, в общем, да. Геракл такой. Плохо кормили меня, потому что... А вообще Геракл. Итак, дорогие друзья, мы подходим к нашему финальному концу. Аккорду. Аккорду, концу. Паприка у нас готова, которую мы специально поджарили, посолили, поперчили. Всего лишь, не более того. Извините. Вообще, Игорь, я на тебя ужасно злой. Ты меня не предупреждал об одной особенности вот такой вот кулинарной передачи. И о том, что нам надо глотать слюни до конца этой передачи. Я не могу вот прямо сейчас взять и вот эту красоту съесть, хотя мне этого хочется неимоверно. Ни в коем случае. И последнее то, что мы с вами делаем. Наша мусака готова. Вот она, красавица. Прожила она в печке порядка 35 минут. Да. Если кому-то все-таки хочется узнать время в цифрах. Вот она, наша красавица готовая. И вот очень характерно видно, что она у нас получилась фактически слоями. Да. Она обязательно должна быть слоями. Более того, когда она чуть-чуть остынет, вот этот верхний слой, он будет сослонять свою целостность. И очень важно, когда вы подаете мусаку, вы должны прорезать через все слои, полностью все слои, и вот как пирожок слоеный подавать, так сказать, дорогим гостям, самому себе дорогому или дорогому повару. Да. Мы это вынимаем. Кстати, мусака очень опасная вещь. Очень трудно дождаться, пока она остынет, прежде чем ты бросишься на нее и начнешь ее съедать. Ага. То есть, а ее надо есть холодно? Нет, ее не надо есть холодно, ее надо есть теплое. Но если ты ее будешь есть сейчас такой, как и она, ты сожжешь себе пасть, чего я делал неоднократно, неоднократно, и чего мы с тобой делали даже вдвоем. Да. Мы сжигали свои... Пасти. Пасти. Вот такая вот напасть. Итак, дорогие друзья, что мы с вами сегодня сделали? Сегодня мы с вами сделали... Во-первых, мы с вами, благодаря моему другу Альберту Фричману, мы побывали в замечательной стране под названием Греция. Мы узнали много чего интересного о быте, об особенностях этой субкультуры. Я бы даже риснул сказать культуры. Культуры. И мы с вами приготовили два замечательных блюда. Первое – это основное блюдо мусака. И второе блюдо – это соус сацыки, который подходит буквально ко всему, и к мясу, и к овощам. Абсолютно. Дорогие друзья, мы рады были с вами встретиться вновь в эфире передачи «Кулинарная забава». Смотрите нас. Готовьте вместе с нами. Присылайте ваши рецепты. До скорых встреч в кефире. Будьте здоровы, живите богато, ешьте вкусно. Всего доброго. Спасибо, Альберт. Спасибо, Игорь. А в это время, пока мясо у нас доходит, доваривается, заваривается, жаривается, запаривается, мы с вами приготовим соус бешамель. Соус бешамель – это… Название какое-то не греческое, название какое-то французское. Абсолютно французский соус, молочный соус. Делается безумно просто. Надо взять 80 грамм масла, надо взять 80 грамм муки. Делается просто, но выглядит обалденно. Да, выглядит. Никому не рассказывайте, что этот соус делается просто, потому что выглядит он так, как будто над ним надо работать 2,5 часа. Да. Не покладая, не отдыхая, не понимая. Делается очень просто. Сначала растапливается масло в кастрюле, где вы будете это делать. Слушай, давай переименуем этот соус бешамелякис. Нет, бешамелякис, потому что ше мы не можем говорить, как истинные греки. Да, кстати, а что там была за история? Да, это замечательная история. Дело в том, что действительно в греческом языке нету шипящих согласных. А поскольку первые переводы Библии в Европу пришли через Грецию, кстати, первый европеец, который был крещен, был крещен именно в Греции, около источника, это была женщина по имени Лидия, около источника Лидия в провинции Македония. И он помнит это все. Лидия, Македония. Ну, это же простое имя, господи. У греков бывают более сложные имена. Но дело даже не в этом, дело даже в том, что первые переводы Библии в Европу пришли через Грецию. И поэтому все имена, которые имели ближневосточное происхождение, например, Шлому, с обилием шипящих на Ближнем Востоке шипящие любят, все участники ближневосточного процесса, трансформировались через греческий язык, например, в Соломона. Поэтому в библейских именах нету ни единой шипящей буквы. Вот какое-то библейское имя не возьмешь? Ицхак. Исаак. Он Исаак. Ицхак, он Исаак. Да. Даже Ешуа стал кто? Иисус. Иисус. Вот. И, в принципе, если сейчас все посмотреть вот эти имена, Ишмаэ стал Исмаилом, Шлому стал Соломоном. Забавная история. В принципе, мало кто над этим задумывается, но становится, в общем, более-менее понятно, откуда что берется. И откуда берется соус Бешамель становится понятно нашим дорогим зрителям, если они внимательно следят за мгновением этих волшебных рук. Я просто не могу иначе сказать. Да, становится Бешамелесом. Бешамелес? Да. Вот мы уже добавили муку. Оно стало однородной массой. Сейчас мы это доведем до кипения. Вот, кстати, чтобы наши зрители, которые выросли в Советском Союзе, понимали, какая это должна быть консистенция. Господа, клей ПВА. В конечном итоге это должно быть как клей ПВА. Это достаточно? Клей ПВА? Ну, я бы... Главное, что оно должно отходить, как бы не смачивать дно кастрюли. То есть оно должно отходить, если мы провести... Да, 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 да. Это вот ровно то, что должно быть. А мука там уже есть? Да. Да. Вот. Истинный соус Бешамель должен вот так вот отходить от дна кастрюли. Но это еще не соус Бешамель, это только смесь... Заготовка, заготовка, да. Это как бы затравка для соуса Бешамель. И сейчас туда надо... Вот вы ввели туда 80 грамм сметаны, 80 грамм масла, 80 грамм муки. И сейчас мой литр воды просто туда вот... Не воды, а цельного молока. Пардон. В руках молоко лью, как воду. Вот потихонечку... Ну, у тебя широкое греческое сердце, ты молоко льешь, как воду. Ну, естественно, со всеми танцами с бубнами, свойственными приготовлению соусов. Вы заметили, его руки не останавливаются ни в секунду, почти как мой язык. Да. Самое главное здесь избежать комков. Это обязательно молоко должно быть холодным. И потихоньку-потихоньку вывели, доводите соус до кипения. Все ровно то, что вам нужно. А как же насчет двух желтков? А! Ты хотел обмануть наших зрителей на два желтка. Да, извините, дорогой зритель. Это мелко. Это не в наших... Не в наших. Правило обманывать вас на два яйца. Очень важно ввести два желтка. Соль, перец добавляем? Нет, туда нет. Туда нет. Туда нет. Туда нет. Туда не добавляется ни соль. Он такой простенький соус. Доводим его до кипения. Мясо у нас готовится практически. Ну, красота. Все делается фактически само, господа. Вы заметили? Соль сюда. Добавляем. Обязательно. Надо сказать, что помимо... Ну, конечно, так сказать, после того, как мы порезали овощи, мы их тоже посыпаем солью. Да, да, да. Но соль овощи отдадут. То есть сами овощи, они особо солеными не будут. Вот, и вся пикантность этому блюду создает вот эта именно масса. Мясная, фаршевая. Да. Собственно, в ней вся суть блюда. Вот у нас сейчас состоится свадьба. Да. Сейчас у нас свадьба овощей с мясом, но у них какой-то тройственный союз, да, с соусом бешамель. С соусом бешамель. А соус бешамель – это теща. И с той же проблемой. Или без проблеми в нашем случае. Да. Я, пожалуйста, заберу свою... Забери я, с вами. ...имиглику свину. Итак. Это что, вот на это покрытие можно просто ставить горячую кастрюлю? Конечно, конечно. Обалдеть. Да. И это все только благодаря... А выглядит как дерево, но... У меня аж сердце ёкнуло, ты представляешь себе? У тебя нет сердца, ты забываешь. Да. Но оно ёкнуло. То, что было... А вместо сердца... Пламенный мотор. Пламенный мотор. Мой пламенный мотор сбавил обороты на секунду. Вот мы выкладываем с вами получившуюся массу. Дело в том, что забавно, помидоры у нас оранжевые. Обычно, когда помидоры красные, мясо имеет такой очень характерный красноватый оттенок. Да, да, да. Вот. Но с красными помидорами нам сегодня не повезло. Да. Ну, как раз с приходом весны ожидаем прихода красных помидор. С приходом весны мы ожидаем прихода. Прихода. Приход у нас будет от эмигликоса. Позвольте я вам... Да, да, да. Все непременно. Освежить. Вам освежить. Мне налить. Дело в том, что ты работаешь руками, а языком. Да. А я языком, поэтому мне сложнее. Но вообще я несу на себе вообще весь груз этой передачи. Да, да, да. Как всегда. Я вообще считаю, что я сегодня, как честный человек, обязан просто отказаться от гонорара и отдать все в твой фонд. Итак, вот наш соус бешамель уже готов. Он достаточно густой. Мы его берем и аккуратно, потихонечку выливаем с вами на... На мусаку. На мусаку. На то, что у нас будет еще мусакой. Позволь поухаживать за тобой. Да. Сейчас мы сделаем таким образом, чтобы полученный соус прошел... ОТК? Он не должен проходить? Нет, он не должен проходить. Он должен внутрь чуть-чуть зайти. Да. Но насквозь он не должен ни в коем случае проходить. То есть, так сказать, тыкаешь, наши зрители могут войти в заблуждение. Не-не, он чуть-чуть туда должен зайти. То есть, в принципе, должен быть сантиметровый слой сверху. Иначе у нас, так сказать, нарушится слоистость. Да. Дух гатоса нам этого не простит. Нет, это еще не все. Все готово практически. И теперь мы засыпаем полученное блюдо сыром. То есть, это должен быть... Сверху у нас должна быть хрустящая корочка, внутри, так сказать, клей ПВА. Да. Под ним мясо и под ним овощи. Вы представляете себе, насколько это сложное блюдо? Насколько просто мы его сейчас вот буквально в две руки перед вами исполнили этот замечательный... Да-да-да, мы это сделали, я считаю. Мы пахали. Да. Вот есть тоже будем мы. Ну, и, естественно, наш любимый оператор. А тем временем мы отправляем нашу мусаку туда в духовочку, которую мы ставим на 200 градусов. На обдув. На обдув. Это важно. Это важно. Потому что иначе у нас не будет такой замечательной хрустящей корочки, о которых так много говорили большевики. И все непременно... Выпьем. Выпьем. До стеклистого состояния. До стеклистого... Состояния. А тем... Выпьем. До стеклистого состояния. До стеклистого... Состояния. А тем временем мы будем делать с вами са-ци-ки. Соус, как настаивает наш гость, именно са-ци-ки. Са-ци-ки, потому что... Они са-ци-ки, как принято здесь у... Греков. Греков. Нет, у греков как раз принято са-ци-ки, но... Когда человек видит са-ци-ки, у него так начинают течь слюнки, что он просто са-ци-ки от са-ци-ки отлечить уже не может. Да. Ну, притупляется слуховое восприятие. Да-да-да. Вот, значит, мы берем... Альберт, что мы берем? Пока я тут крошусь. Очень важная составляющая са-ци-ки, как не смешно, понятно, белая масса. Белая масса – это всегда у нас кварк. В данном случае кварк смешанный с крем-фрэшем. Или по-нашему, по-русски, густой сметаной. Да-да-да. И, как не смешно, очень важная составляющая са-ци-ки, в принципе, телом са-ци-ки являются наструганные на терке огурцы. Огурцы. Ну, я, с твоего позволения, уже озадачился с чесноком. Да, понятно, са-ци-ки без чеснока – это просто преступление против... Ввел туда немножечко чесночку, буквально один зубок. Багатов говорит, что надо класть два, но, так сказать, он был чесночным фетишистом, мы не такие, правда? Не-не-не, мы не чесночные фетишисты. Вот, и это удивительная терочка, которая выдерживает до 90 килограмм массу. Мы надираем туда буквально практически целый огурец, но не целый. Чуть-чуть оставляем. Половина у нас ушла за пределы, но мы это все возвращаем назад. Ни грамма врагу, правда? Ни грамма врагу. Ну, столовая ложка уксуса. Без уксуса ничего не будет. Ничего. Идем к уксусу. Что сказал товарищ уксус? Уксус сказал, вот я. Это столовая ложка. Это столовая ложка. В нашей столовой таких ложек не было. Столовая ложка уксуса. Столовая ложка уксуса и, естественно, две столовых ложки пищевого масла. Ну, обычного постного масла. Обычного постного масла? Да, да. Да, пожалуйста. И обязательно важный момент. Укроп. Укропа мало не бывает. То есть много не бывает. Укропа должно быть много. Много. Мы его туда добавили. Укроп. И как пишет Гатус, подавать с соливами. Соливами. Да, но это надо все перемешать, естественно. Потому что вот так это никакой, даже не цацки. Не говоря уже о сацки. Окей. А соль, перец? По вкусу? По вкусу. Перец я бы не стал сюда добавлять. Потому что перец это немножечко из другой оперы. Олег, ты знаешь, у нас в принципе принято так, что... Первый пробует оператор, да? Первый пробует наш любимый оператор. Поэтому вот ему мы и отправляем первый вкусный... Право первой ночи. Кусок. Нет, не первой ночи не надо. Ну, как бы, к сожалению, у нас не получилось, что... Первый кусок. Ну, мы сами немножко тоже попробовали. Мы тут тоже немножко попробовали. Вот, не вот. Обалдеть. Такой вот... В принципе, огурчики могут быть фактически даже еще мельче. То есть нету никакого такого классического сацки. В северных областях его готовят по одному, в южных по другому. Вот. Это тоже сацки. Это тоже, так сказать, не от лукавого. Но в принципе можно огурцы сделать совсем мелкими. Фактически огурцовый мусс. Это будет такой более классический сацки. Знаешь, я вот так пока делается наша муссака, я бы хотел еще пожарить... Кстати, к вопросу. Мы же не сказали с тобой, сколько должна делаться муссака. А сколько должна делаться муссака? А вот это интересный момент. Нету предписанного времени. Почему? Потому что, по сути, все ингредиенты готовы. То есть, по идее, ее можно есть прямо сейчас. Вместе с поваром. Посыпать сыр и все. И да. Но поскольку мы настоящие греки эстеты, это должно выглядеть красиво. То есть, красивая сырная корочка сверху. Да. То есть, мы запекаем красивую сырную корочку сверху. Мы за красивую корочку сверху и за все то, что снизу. Кстати, ритсина, ну, и мигликос, как бы, ну, вино, в общем, ну, это компот. А ритсина все-таки это вино. Хотя ее тоже не надо катать по стенкам. А вообще, в принципе, по вкусу ритсина, на мой взгляд, напоминает, опять же, как я говорю, дешевый ризлинг нашего шмурдякского босоногого детства. Да. Вот. Но, как ни смешно, вот в таком виде, в каком он есть, к такой серьезной, проперченной, просоленной, такой очень ярким вкусом отличающейся греческой еды, еде эмигликос подходит, не эмигликос, а ритсина подходит лучшим образом. Ну, советую попробовать. Очень интересное ощущение. Я, тем временем, хочу поджарить немножечко паприки, для того, чтобы... Собственно, да, собственно, сацеки, да, сацеки... Сацеки – это что-то к чему-то, то есть сацеки самому по себе... Это соус. Ну, в общем, где-то как-то, да, это гарнир, соус, может быть, где-то даже закушка. Собственно, кроме как нас с тобой на передаче, вот так вот просто есть со сцепи ложкой из тарелки. Хоть это и обалденно вкусно, но греческие боги этого не позволяют. А, кстати, греческие боги, они как по этой... Да, у них все правильно, у них нету шипящих в их именах. У Аполлона нету шипящих в именах. Ты не найдешь ни одного греческого бога, у которого было бы шипящее гласное в имени. Зепс. Ази... А он по-гречески не совсем Зевс. А как он? Сеус. Сеус? Да. Вот и... Да. Точно так же, как Геракл, по-гречески тоже не Геракл, а Ираклис. Ираклис? Ираклис. Ираклис? Иракли Андроников, он Геракл Андроников. А вот этот вот певец из Грузии, он тоже Геракл, да? Ну, в общем... Ну, как и ты, в принципе. Ну, как и я, в общем, да. Геракл такой... Плохо кормили меня, потому что... А вообще Геракл. Итак, дорогие друзья, мы подходим к нашему финальному концу. Аккорду. Аккорду, концу. Паприка у нас готова, которую мы специально поджарили, посолили, поперчили. Всего лишь, не более того. Извините. Вообще, Игорь, я на тебя ужасно злой. Ты меня не предупреждал об одной особенности вот такой вот кулинарной передачи. И в том, что нам надо глотать слюни до конца этой передачи. Я не могу вот прямо сейчас взять и вот эту красоту съесть, хотя мне этого хочется неимоверно. В таком случае. И последнее то, что мы с вами делаем, наша мусака готова. Вот она, красавица. Прожила она в печке порядка 35 минут. Да. Если кому-то все-таки хочется узнать время в цифрах. Вот она, наша красавица готовая. И вот очень характерно видно, что она у нас получилась фактически слоями. Да. Она обязательно должна быть слоями. Более того, когда она чуть-чуть остынет, вот этот вот верхний слой, он будет сослонять свою целостность. И очень важно, когда вы подаете мусаку, вы должны прорезать через все слои, полностью все слои, вот как пирожок слоеный подавать, так сказать, дорогим гостям, самому себе дорогому или дорогому повару. Да. Мы это вынимаем. Кстати, мусака очень опасная вещь. Очень трудно дождаться, пока она остынет, прежде чем ты бросишься на нее и начнешь ее съедать. Ага. То есть, а ее надо есть холодной? Нет, ее не надо есть холодной, ее надо есть теплой. Но если ты ее будешь есть сейчас такой, как и она, ты сожжешь себе пасть, чего я делал неоднократно и чего мы с тобой делали даже вдвоем. Да. Мы сжигали свои... Пасти. Пасти. Вот такая вот на пасть. Итак, дорогие друзья, что мы с вами сегодня сделали? Сегодня мы с вами сделали... Во-первых, мы с вами, благодаря моему другу Альберту Фриджману, мы побывали в замечательной стране под названием Греция. Мы узнали много чего интересного о быте, об особенностях этой субкультуры. Я даже риснул сказать культуры. Культуры. И мы с вами приготовили два замечательных блюда. Первое – это основное блюдо мусака. И второе блюдо – это соус сацыки, который подходит буквально ко всему, и к мясу, и к овощам. Абсолютно. Дорогие друзья, мы рады были с вами встретиться вновь в эфире передачи «Кулинарная забава». Смотрите нас, готовьте вместе с нами, присылайте ваши рецепты. До скорых встреч в кефире. Будьте здоровы, живите богато, ешьте вкусно. Всего доброго. Спасибо, Альберт. Спасибо, Игорь. Пока. Выпьем. До стеклистого состояния. До стеклистого состояния. А тем временем мы будем делать с вами сацыки. Соус, как настаивает наш гость, именно сацыки. Сацыки. А не сацыки, как принято здесь у… Греков. Греков. Нет, у Грека как раз принято сацыки, но когда человек видит сацыки, у него так начинают течь слюнки, что он просто сацыки от сацыки отлечить уже не может. Да. Ну, притупляется слуховое восприятие. Да, да, да. Вот, значит, мы берем… Альберт, что мы берем? Пока я тут крошусь. Очень важная составляющая сацыки, как не смешно, понятно, белая масса, белая масса – это всегда у нас кварк, в данном случае кварк смешанный с крем-фрешем, или по-нашему, по-русски густой сметаной. Да, 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 да. И, как не смешно, очень важной составляющей сацыки, в принципе, телом сацыки являются наструганные на терке огурцы. Огурцы. Ну, я, с твоего позволения, уже вот озадачился с чесноком. Да, понятно, сацыки без чеснока – это просто преступление против… Немножечко чесночку, буквально один зубок. Кратовс говорит, что надо класть два, но, так сказать, он был чесночным фетишистом, мы не такие, правда? Не-не-не, мы не чесночные фетишисты. Мы хотим… И это удивительная терочка, которая выдерживает до 90 килограмм массу. Мы надираем туда буквально практически целый огурец, но не целый, чуть-чуть оставляем. Половина у нас ушла за пределы, но мы это все возвращаем назад. Ни грамма врагу, правда? Ни грамма врагу. Столовая ложка уксуса. Без уксуса ничего не будет. Ничего. Идем к уксусу. Что сказал товарищ уксус? Уксус сказал вот я. Это столовая ложка я… Это столовая ложка. В нашей столовой таких ложек не было. Столовая ложка уксуса. Столовая ложка уксуса и, естественно, 2 столовых ложки пищевого масла, ну, обычного постного масла. Обычного постного масла. И обязательно важный момент Укроп Укропа мало не бывает То есть много не бывает Укропа должно быть много Мы его туда добавили Укроп И как пишет Гатус Подавать с соливами С соливами Да, но это надо все перемешать Потому что вот так это даже не цацки Не говоря уже о сацки А соль, перец По вкусу Перец я бы не стал сюда добавлять Потому что перец это немножечко из другой опер Олег, ты знаешь У нас в принципе принято так Первый пробует наш любимый оператор Поэтому вот ему мы и отправляем Первый вкусный Право первой ночи Кусок Ну как бы к сожалению У нас не получилось Первый кусок Мы сами немножко тоже попробовали Мы тут тоже немножко попробовали Вот Не вот Обалдеть Такой вот В принципе огурчики могут быть фактически даже еще мельче То есть нету никакого такого классического сацыки Ну мы в северных областях его готовят по одному В южных по другому Вот Это тоже сацыки Это тоже, так сказать, не от лукавого Но в принципе можно огурцы сделать совсем мелкими Фактически огурцовый мусс Это будет такой более классический сацыки Знаешь, я вот так пока делается наша муссака Я бы хотел еще пожарить Кстати к вопросу Мы же не сказали с тобой Сколько должна делаться муссака А сколько должна делаться муссака А вот это интересный момент Нету предписанного времени Почему? Потому что По сути все ингредиенты готовы То есть по идее Ее можно есть прямо сейчас Вместе с поваром То есть посыпать сыр и все Да Но поскольку мы настоящие греки эстеты Да Это должно выглядеть красиво То есть красивая сырная корочка сверху Да То есть мы запекаем Красивую сырную корочку сверху Чокаемся За красивую корочку сверху И за все то, что снизу Кстати ритсино Ну и мигликос Вино в общем это компот А ритсино все-таки это вино Хотя ее тоже не надо катать по стенкам А вообще в принципе по вкусу ритсино На мой взгляд напоминает Опять же как я говорю Дешевый ризлинг нашего Шмурдяцкого Босоногого детства Да Вот Но Как ни смешно Вот в таком виде в каком он есть К такой серьезной Проперченной Просоленной Такой Очень ярким вкусом Отличающейся греческой еды Еде И мигликос Подходит Не и мигликос А ритсино Подходит лучшим образом Ну советую попробовать Очень интересное Ощущение Я тем временем Хочу поджарить Немножечко паприки Для того чтобы Собственно да Собственно Сацики 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 это что-то к чему-то То есть Сацики само по себе Это соус Ну в общем где-то как-то Да Это гарнир соус Может быть где-то даже закушка Собственно Кроме как нас с тобой на передаче Вот так вот просто есть Сосыпи ложкой из тарелки Хоть это и обалденно вкусно Но Греческие боги Этого не позволяют А кстати Греческие боги Они как по Этой серии У них все правильно У них нету шипящих В их именах У Аполлона нету Шипящих в именах Ты не найдешь Ни одного греческого бога Которого было бы Шипящее гласное в имени Зевс Ази А он по-гречески Не совсем Зевс А как он? Сеус Сеус? Да Вот и Ну да Точно так же как Геракл По-гречески тоже не Геракл А Ираклис Ираклис? Ираклис Ираклис Иракли Андроников Он Геракл Андроников А вот этот вот певец из Грузии Он тоже Геракл Ну в общем Ну как и ты в принципе Ну как и я в общем Да Геракл такой Плохо кормили меня Потому что А вообще Геракл Итак дорогие друзья Мы подходим К нашему финальному Концу Аккорду Аккорду Концу Паприка у нас готова Которую Мы специально поджарили Посолили Поперчили Всего лишь Не более того Извините Вообще Игорь Я на тебя ужасно злой Ты меня не предупреждал Об одной особенности Вот такой вот кулинарной передачи Дело в том Что нам надо глотать слюни До конца этой передачи Я не могу вот прямо сейчас взять И вот эту красоту съесть Хотя мне этого хочется Ни в коем случае И последнее то Что мы с вами делаем Наша мусака Готова Вот она Красавица Прожила она в печке Порядка 35 минут Да Если кому-то все-таки Хочется узнать время В цифрах Вот она Наша красавица готовая И вот очень характерно И вот очень характерно видно Что она у нас Получилась фактически Слоями Да Она обязательно должна быть Слоями Более того Когда она чуть-чуть остынет Вот этот вот верхний слой Он будет сослонять Свою целостность И очень важно Когда вы подаете мусаку Вы должны прорезать Через все слои И полностью все слои Вот как пирожок Слоеный Подавать Так сказать Дорогим гостям Самому себе Дорогому Или дорогому повару Да Мы это Вынимаем Кстати мусаку Очень опасная вещь Очень трудно дождаться Пока она остынет Прежде чем Бросишься на нее И начнешь ее съедать Ага То есть А ее надо есть Холодно Нет Ее не надо есть холодно Ее надо есть теплое Но если ты ее будешь есть Сейчас такой Как и она Ты сожжешь себе пасть Чего я делал неоднократно И чего мы с тобой Делали даже вдвоем Да Мы сжигали Свои Пасти Пасти Вот такая вот Напасть Итак дорогие друзья Что мы с вами сегодня сделали Сегодня мы с вами сделали Во-первых мы с вами Благодаря моему другу Альберту Фричману Мы побывали В замечательной стране Под названием Греция Мы узнали много чего интересного О бытии Об особенностях Этой Субкультуры Я даже риснул Сказать культуры Культуры И мы с вами приготовили Два замечательных блюда Первое Это основное блюдо Мусака И второе блюдо Это соус Сацеки Который 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 Подходит Буквально Ко всему И к мясу И к овощам Абсолютно Дорогие друзья Мы рады Были с вами Встретиться Вновь в эфире Передачи Кулинарная забава Смотрите нас Готовьте Готовьте вместе С нами Присылайте Ваши рецепты До скорых встреч В кефире Будьте здоровы Живите богато Ешьте Вкусно Вкусно Всего доброго Спасибо, Альберт Спасибо, Игорь Пока